МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в материале Светланы Булановой. В библиотеке Удмурти объединились в единый информационный портал. Как теперь можно найти редкую книгу или исторический документ, узнала Яна Градинова. Нужен капитальный ремонт? Копи на него. Почему жители древлеющих домов в Откинске не могут рассчитывать на ремонт кровли? 350 квот, а желающих 900. Волонтерам универсиады 2013 станут лучше. О том, как идет отбор претендентов, расскажет Дарья Соловьева. Вопрос энергоснабжения Удмурти сегодня обсуждали на высоком уровне. Глава республики принимал гостя из Москвы. Генеральный директор комплексных энергетических систем заявил о том, что компания вложит 10 миллиардов рублей в обновление инженерного оборудования ТЭЦ-1. Это центральная подстанция в Ижевске. Для нас это устойчивое теплооснабжение современное и плюс увеличение нашей мощности к электричеству. У нас сложности по взаимным расчетам, отчасти по вине бюджетных организаций, но несущественных, но в большей степени от управляющих компаний, где мы обговаривали также совместные действия, как с этим продолжать бороться. Для борьбы с непорядочными руководителями управляющих компаний, которые задерживают оплату, сегодня была создана совместная рабочая группа. В нее вошли как представители комплексных энергетических систем, так и представители республиканского правительства. Первые результаты совместной работы обещали озвучить уже в марте. Ижмаш до конца года обещает выполнить гособоронзаказ. Сегодня об этом заявил временно исполняющий обязанности гендиректора предприятия. Ради выполнения оборонзаказа теперь, признался Александр Косов, приходится корректировать график исполнения заказов по гражданскому оружию. Мы отодвинули сдачу по гражданской тематике вправо, именно потому что мы занимались госами. Я надеюсь, вот сейчас мы госы закрываем, закрываем, закрываем и закроем, и мы снова вцепимся бульдожей хваткой в гражданскую продукцию. В задержку исполнения госзаказа руководство предприятия объясняет необходимостью модернизации оружия, которое востребовано у Министерства внутренних дел, службы исполнения наказания, госнаркоконтроля и ФСБ. По линии Минобороны заказы небольшие. Объемы гособоронзаказа 2013 для Ижмаш еще неизвестны, но на предприятии надеются, что эта цифра будет не меньше нынешнего года. Чем сегодня кормят школьников? Проблемы питания обсудили работники общепита на республиканском семинаре. Ограничиваться дискуссиями технологи не стали. Охотно поделились секретами приготовления школьных обедов. Кормить школьников стало сложнее, говорят работники общепита. Требования жесткие. К примеру, меню должно составляться на 10 дней вперед, причем повторяться нельзя. У Натальи Кочуровой опыт большой. В школьной столовой она проработала более 20 лет. Сейчас мы должны высчитать и белки, и жиры, и углеводы, и микроэлементов, там целая куча. И сбалансировано каждый день. А тогда, если ты вот этого переложил, то ты на следующий день им дал. И потом были так раньше-то. Один день рыбный, один день молочный. То есть это каша молочная можно было дать. Своим опытом специалист сегодня делилась с теми, кто отвечает за качество школьного питания. Оно должно быть лучше, чем в ресторане, уверена Наталья. Рацион должен быть не только вкусным, но и полезным. А по опыту технолог знает, лучше всего дети уплетают котлеты и пюре. Не любят морковку, не любят свеклу. Рыбу, наверное, тоже плохо едят. И вот мы маскируем это все, чтобы они не особо догадались. Да, вот эти вот котлеты, особенно с капустой и морковью, рыбные. Вы ни за что не определите, что это рыбное. Поэтому очень вкусно замаскировано. Здоровое питание начинается с завтрака. У Дмуртии единственный регион в Приволжье. Девчонки с 1 по 5 класс получают бесплатно на завтрак молоко. За 7 лет мы потратили правительство, республика потратила более 1 миллиарда рублей на эту программу. Туда входит, конечно же, переоборудование школьных пищеблоков в городах, в районах и, конечно же, организация питания. В начале мы кладем нож закусочный, ложку чайную. Именно так сегодня должен сервироваться к завтраку стол для детей. Повышать культуру питания – новое требование к работникам школьного общепита. Ну, конечно, это было бы приятно, и детям было бы приятно, и аппетит был, детишек поднялся, я так думаю. Но это далеко еще нам до этого, так что будем надеяться на хорошие ночи. Правильную сервировку в школах обещали освоить. Главная же задача прежняя – кормить детей вкусной и полезной едой. Светлана Буланова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Найти нужную книгу, редкий документ, проконсультироваться с библиографом – все это теперь можно сделать, не выходя из дома на сайте единого информационного портала «Библиотек Удмуртии». Подробнее о нем сюжет Яны Городиловой. В Удмуртии более 500 библиотек. В их фондах хранится несметное количество книг. На едином информационном портале «Библиотек Удмуртии» собраны все существующие электронные каталоги и базы данных. Но портал – не библиотека. Скачать книги не получится. Его задача – проинформировать читателя. То есть на этом портале публичные библиотеки республики могут представить свои ресурсы, как в виде библиографических записей, то есть электронные каталоги, известные всем, точно так же свои полнотекстовые ресурсы. И он предоставляет сервисы для пользователей, то есть единоцентрализованные сервисы. Справка, электронная доставка документов, которые реализуются по этим ресурсам. Тем, кто, простудировав каталоги, все же не смог найти нужную книгу в раздел «Виртуальная справочная». Чтобы получить консультацию специалиста-библиографа, нужно оформить заявку. Специалисты подскажут, в какой библиотеке есть нужное издание или какие авторы пишут на интересующую читателя тему. Если нужно подобрать какой-либо список литературы к своей теме, то есть в количестве от 10 источников, это точно, будет предоставлен данному пользователю. Даже при необходимости, если бывают какие-то уже полнотекстовые ресурсы, будут даны ссылки на те документы, которые он может получить, чтобы получить ответ на свой вопрос. С помощью портала жители самых отдаленных районов смогут виртуально прикоснуться к столичным книжным полкам. Теперь по интернету можно заказать копию редких документов и отдельные статьи. Цены на такую электронную доставку определяют сами библиотеки-участницы проекта. Ну, например, у нас обращается какой-то читатель и просит доставить какой-то документ. Конечно, мы не можем предоставить ему какую-то книгу, но у нас ее нет. Мы обращаемся в центральную, сюда, в национальную библиотеку, и они, если даже у них этой информации нет, они могут обратиться, например, в московскую, российскую библиотеку и так далее. Сейчас в проекте принимают участие 5 центральных городских библиотек и 25 центральных библиотек районов Удмуртия. Создатели надеются, что позже на ресурсе появится информация о книжных фондах вузов и различных ведомств республики. Я наградила Юрий Зеленький, телеканал «Моя Удмуртия». Расшевелить собственников жилья, который год, уже не удается государству. Яркий пример того, как пассивность жильцов привела к очередному коммунальному коллапсу, наша съемочная группа нашла в Откинске. 8 двухэтажных домов давно уже требуют капитального ремонта. Где взять на него деньги? Ответ в сюжете Анны Ковырсиной. Свои дома жители улицы Азина в Откинске называют карточными. 8 двухэтажек начали буквально складываться уже через год после их возведения, еще в 62-м. Тогда конструкцию крепили, стянули дом швеллерами. И на несколько лет забыли о ремонте. Ремонт в наших домах осуществлялся в 83-84 год примерно, но капитального ремонта не было. Был ремонт фасадов косметических и внутри квартир. То есть крыши не ремонтировались. Сейчас, жалуются жильцы, в домах протекают крыши, зимой на чердаке снежные сугробы, стены дома покрываются плесенью, под окнами зияют дыры. Тепло в квартирах бывает только летом. Топить надо, приходится много. Везде же дыры. Я вот нынче в комнате делал ремонт, у нас вообще все, весь угол один отошел, там все осыпалось, пришлось все пенить. Там рука до локтя провязает. Так вот так же. В квартире Надежды Леконцевой несколько лет назад обрушился потолок. Вот эта плита, кстати, она сейчас снова угрожающе провисла, чуть не задавила мужчину, спящего на диване. Она просто свалилась. Ну так, обрушилась. Плита только ушел, и она рухнула. Жители не раз обращались в свою управляющую компанию. Та, накопив долги перед поставщиками энергоресурсов, год назад обанкротилась. А новая компания даже не включила в платежки строку капремонт. Жильцы платят только за текущие работы. Пока сумма на их счете накопилась незначительная. Помощи нет и от городской администрации. Хотя почти половина квартир в этих домах муниципальные. Чиновники говорят, спасение утопающих в коммунальных проблемах жильцов – дело руки самих. С неизвестной комиссией дом признан неаварийным, требующим капитального ремонта, кровли. На счетах дома денег на данный момент недостаточно. Если жители совместно с управляющей компанией проведут ряд мероприятий, позволяющих этому дому попасть под капремонт кровли по 185-му федеральному закону, то мы не против. Более того, мы даже настаём на этом. Попасть в федеральную программу эти дома не смогут, пока жители не начнут собирать деньги на капремонт. Согласно условиям программы, они должны оплатить как минимум 5% от общей суммы, необходимой для ремонта. Анна Ковыртина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». 50-метровый бассейн построят в Ижевске. Он появится рядом с крытым катком и ледовым дворцом «Эшсталь». Деньги на строительство – 620 миллионов рублей – выделит компания «Газпром». За основу возьмут бассейн в Кирове, но проектировщики рассмотрят и другие варианты спортивной комплексы в Мариэл и Мордовии. Если мы выберем вариант, который будет дороже 600 миллионов, то мы, значит, будем добавлять свои деньги. Но мы построим хороший не только саму чашу 50 на 25, но и посмотрим, что должно быть еще в составе этого комплекса. Спортивный объект будет включен в программу «Газпром детям». Строительство начнется во второй половине следующего года. В 2014 году планируется новоселье. А сегодня в Удмурте готовится к проведению очередных республиканских зимних сельских игр. Они пройдут в конце февраля в Грахово. Председатель оргкомитета Николай Мусалимов сегодня доложил президенту о том, как идет подготовка к соревнованиям. Вопросы, связанные с размещением, питанием, медицинским обслуживанием, практически решены. Организаторы уже подготовили сценарий открытия спортивного праздника, разработали символику – талисманом игр станет конь. Пока есть проблемы с освещением стадиона и ремонтом районного дома культуры, где запланировано провести ряд мероприятий. Президент, выслушав аргументы организаторов, игр обещал изыскать средства для решения этих вопросов. И еще о спортивных событиях, а точнее о тех, кто помогает в их организации. Сегодня Международный день волонтеров. В этом году количество желающих пополнить ряды добровольцев увеличилось. Ажиотаж вызвала универсиады 2013 в Казани. Конкурс «Три человека на место». О том, какие испытания ждут претендентов, расскажет Дарья Слабьева. Знание языка – обязательное условие для волонтеров. Английским владеют почти все претенденты, а вот говорящих на китайском, арабском, корейском – днем с огнем не сыщешь. Женя – волонтер-находка, она – переводчик испанского. Мне в апреле предложили поучаствовать в конкурсе «Полиглот», который был организован в дирекции универсиады. Я там взяла третье место, и меня автоматически записали. Поскольку я переводчик, мне важны коммуникативные навыки, более того, с людьми других национальностей. Остальных претендентов ждет 7 вопросов. Узнать их до интервью невозможно. Они хранятся за семью печатями, чтобы у человека было меньше возможности соврать. Как ты думаешь, какая роль волонтерства в обществе? Для Анастасии это первый опыт волонтерства и сразу счастливый. Она будет участвовать в церемонии награждения победителей. Нас пригласили в Казань на самотборочный тур, где мы должны были показать себя, что мы умеем, как мы контактируем с людьми. И мне посчастливилось попасть в лица универсиада, в наградную группу. У меня уже не будет никакого обучения именно волонтерского, а только постановка на мероприятиях. Я уеду туда до 10 мая. Буду целых два месяца до универсиада проживать в Казани. Волонтеры из Удмуртии будут работать и со зрителями, и с командами. Всего на выбор 12 направлений. Самое популярное – аташе спортивных команд. Во-первых, аташе. Почему? Потому что если ты всегда находишься в непосредственном контакте со спортсменом или с делегацией какой-либо, и если этот спортсмен выигрывает какую-то золотую медаль, то ты буквально первый, кто может после спортсмена поддержаться за эту медаль, с ним пообщаться, поделиться своими эмоциями, выскошить его эмоции. Собеседование – это не единственное испытание для волонтера. Впереди совершенствование английского, обучение на объекте, за которым закреплен волонтер, и специальные тренинги. Дарья Соловьева, Андрей Бусыгин, телеканал «Майо Удмуртия». Маленькая деревня, которая вот-вот исчезнет с лица земли, как модель современного общества. В Национальном театре идут репетиции премьерного спектакля по остросоциальной пьесе начинающего удмуртского драматурга. О театральном эксперименте расскажет Яна Городилова. Небольшую деревушку Майовка скоро затопит. Рядом начнется строительство в водохранилище. Жители должны покинуть свои дома и выбрать безропотное смирение или борьба за право жить на родной земле. Пьеса художника «Надежда» – дебютная работа режиссера Павла Зорина в качестве драматурга. Сюжет взят из жизни. Путешествуя автостопом, автор познакомился с жителями одного из сел на юге Челябинской области, которые оказались заложниками аналогичной ситуации. Работы нет, колхоз разворовали. Но это вовсе не значит, что кланяться надо под каждого встречного. Помолил баблом. Все вряд ли выстроились. Зараза. Нужно гордость иметь. Противостояние власти и народа, конфликт поколений, ценностей и разного социального положения. Чтобы справиться с бедой, герои должны научиться слышать друг друга, привить терпение и благородство. Есть определенная правда. Есть какая-то правда у власти, есть какая-то правда у народа. Есть какие-то ошибочные суждения у власти, есть какие-то ретроградские суждения у народа. То есть это очень сложный, противоречивый клубок, и мы в первую очередь хотели его показать, не встать на чью-то сторону конкретно. «Художник и надежда» – это новая драма, злободневная современная драматургия. Спектакль такого формата впервые ставят в Национальном театре. Удался ли эксперимент, предстоит решить зрителю. Мне хочется верить, что все будет очень хорошо. И зритель поймет нашу энергетику, о чем мы хотим сказать, о чем мы говорим, о чем кричит наша душа, боль и так далее. Пьеса выиграла грант Министерства культуры России. Спектакль будет двуязычным. В феврале его покажут на удмуртском языке. В планах театра – открытие малой сцены и обновление репертуара произведениями современных авторов. Я наградила Василия Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. Приятного вам вечера и до встречи.